В переводе с греческого название теплохода означает «Святой Фёдор». Судно получило имя в честь мыса Айтадор, который находится в Крыму. Именно там раньше курсировал теплоход. Теплоход в идеальном состоянии. Теплоход развивает скорость где-то 11 в среднем узлов. 200 человек пассажиров вместимость. Вторая палуба, открытая палуба, как вы уже видели. Внутри, я думаю, что людям будет доставлять удовольствие кататься у нас. Открытая верхняя палуба теплохода рассчитана на 40 человек, кормовая открытая палуба на 60, а закрытый салон еще на 100 человек. Начало курсирования судна Айтадор – важное событие для Сочи, где уже давно хотели наладить морское сообщение между Центральным и Адлерским районом. Она очень востребована. Конечно, для туристов добраться по морю, то есть из Сочи до Адлера или наоборот, это, можно сказать, убить как минимум двух зайцев сразу. Во-первых, совершить морскую прогулку, обзорную вдоль всего побережья, что само по себе уже уникально. И, конечно, с комфортом добраться до нужного объекта. Желающих комфортно добраться до нужного объекта уже нашлось немало. С самого первого рейса у круиза появились поклонники. С удовольствием едешь, никаких пробок, ничего, свежий воздух, море, красота просто. Я люблю очень море, поэтому для меня морская прогулка просто удовольствие очень огромное. Мне очень нравится. Планируется, что этот маршрут свяжет центр Сочи и Сочи-парк. Можно будет купить сразу объединенный билет и на морскую прогулку, и в парк развлечений. Теплоход «Айтадор» будет совершать шесть рейсов в день. Три рейса из Сочи и три в обратном направлении. Время в пути около полутора часов. Галина Захарова, Борис Осинь, телекомпания ФКТ.